Я сейчас сформулирую вам задачу. Трудно дан полный граф K2N плюс 1. Нечетное число решение. Понятно, да? K2N плюс 1. Разбить на N гамильтоновых циклов. Давайте я вам пример приведу. Вот если N равно 1, то вообще никаких проблем. Это просто самый обычный треугольник. Если N равно 2, то смотрите тогда, что пятиугольник и звездочка. А вот уже для 7 намного тяжелее. Хотя вообще-то можно. Давайте так. Хотя бы для N равно 3. Давайте кто-нибудь сейчас приведет пример. Просто, чтобы все поняли условия. То есть должно быть N разных петей от одной точки ребра. Нет. N разных гамильтоновых. Причем они не пересекаются. Парем. Каждое ребро принадлежит ровно одному. Что? Для 7 точек все сделано? Ничего себе. А как вы это будете отстанавливать? Семиугольник? Нет. Давайте так. Мы пронумеруем вершины. И вы просто эти пути... Давайте. А что значит N гамильтоновых циклов? Как? Их... Как может быть 3 сразу? Нет. Смотрите. Вот когда у вас есть 3 вершины. Вот 1 гамильтоновый цикл. Когда у вас 5 вершин. Вот это 1 гамильтоновый цикл. А это другой гамильтоновый цикл. Звездочек. N равно 3. То есть 2 N плюс 1 это 7. 7 вершин. Вы понимаете, что из каждой вершины выходят 6 ребр? Да. Так вот надо, чтобы 2 из этих ребра принадлежали 1 гамильтоновому циклу. 2 к другому и еще 2 третий. По-моему, понятно. Нет. Ну, это непонятно, как рисовать. То есть надо ребра полного графа на 7 вершинах покрасить в 3 цвета. Чтобы, когда вы идете по ребрам одного цвета, вы прошли бы по всем вершинам. Понятно? Нет. Это все по-своему. Нет. Ну, это не нравится. Нет. Что такое цвет? Ну, понятно. Красный, синий, зелёный. В каждой вершине должно сходиться 2 красных ребра, 2 синих и 2 зелёных. И при этом, когда вы вышли из вершины по красным ребрам, то вы вернетесь в неё только, когда обойдете все вершины. Для семи это, значит, нетрудно. Непонятно, как её делать в общем случае. Вроде это красивая конфликция, вот её надо узнать. Но для семи это можно просто вот считать руками. Зачем нам бы хотя бы нарисовать? Семь точек не умеете рисовать? А, сантащик. Ну, кстати, совет. А зачем вам их рисовать? А вы просто напишите 1, 2, 4, 5, 6, 7. Вот один на миллионный путь уже есть. Из единиц емёте в двойку, из двойки в тройку, из тройки в четверку и так далее. Вот уже один. Один нарисовали. Ну, я приду. И можете именно номера поставить, да? Да, я могу три пути показать. Давайте. Не надо показывать. Продиктуйте мне. Ну, протиктовать. Первый, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично, пишу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше. Один, три, пять, семь, два, четыре, шесть. Так, смотрите. Здесь единица была соседкой с двойкой и семеркой, а здесь она с тройкой и шестеркой. Хорошо, дальше. Дальше. Один, четыре, семь, три, шесть, два, пять. Как же я теперь проверять это была? Не знаю. А, я знаю как. Надо для каждой цифры проверять соседок. Вот, для единицы. Два, семь, три, шесть, четыре, пять. Отлично. Для двойки. Один, три, четыре, семь, шесть, пять. Для тройки. Два, четыре, один, пять, шесть, семь. Для четверки. Три, пять, два, шесть, один, семь. Идеально. Для пятерки. Четыре, шесть, три, семь, два, один. Для шестерки. Пять, семь, четыре, один, два, три. Для семерки тоже должно получиться автоматически. Шесть, один, пять, два, три, четыре. Слушайте, вы решили задачу. Господа, у меня предложение... Я, 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 секунду. Нет, нет, секунду. У меня предложение все-таки нарисовать вашу картинку, потому что, может быть, тогда кому-то станет понятнее. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это очевидно. Это просто нахер сторонного угольника. Так? Так, отлично. Дальше хуже. Один, три, пять. Один, три, пять. Что там дальше? Семь, а, я понял вашу идею. Семь, два, четыре, шесть. Так? И снизу сюда. Да. И еще одна сейчас будет картинка. Но на самом деле автоматически. Один, четыре, семь. Один, четыре, семь. Семь, три, шесть, два, пять, один. Увидели такую звезду? Увидели. Слушайте, получилось. Получилось. Теперь давайте разбираться. Эта конструкция всегда годится или нет? Вот, к сожалению, не всегда. Смотрите, если вы возьмете n равно четырех и попытаетесь таким образом идти, то у вас возникнет пренеприятнейшая история. Давайте ее нарисуем. Почему я сказал, что задача тяжелая? Пренеприятнейшая история будет заключаться в следующем. Вот у нас есть три точки. А сейчас их стало девять. Правильно? Угу. Смотрите, когда мы пойдем в соседнюю, замечательно обошли. Когда мы пойдем через одну, то тоже замечательно. А, потому что девять на три делится. Это непростое. Когда мы попытаемся идти вот так вот, то вдруг у нас ничего не получится. Ваша конструкция хороша, когда число 2n плюс 1 простое. Понятно, да? Да. Если число 2n плюс 1 имеет собственный делитель, если оно не является простым числом, то ваша конструкция не работает. Но задача все равно верна. Я поэтому не сказал, что она тяжелая. Задача все равно верна. Придумать все равно можно. Ваша конструкция замечательная, когда 2n плюс 1 простое, а в остальных случаях не работает. Так, понять не стало? Да. Понять не стало.